В картиной галереи открылась персональная выставка ивановского художника Сергея Макарова. Сергей Игоревич – выпускник областного художественного училища имени Марка Малютина, где уже на протяжении 10 лет преподает живопись, рисунок и композицию, работает с дипломниками, регулярно выставляется в Союзе художников. В 90-е годы прошлого века он много работал как художник и иконописец. Сергей Макаров – член Союза художников России. Любимая тема в творчестве – портретная живопись. Признается, что много работает на заказ. На выставке представлены портреты друзей художников, родственников, в частности сестры. Есть и своеобразный триптих, объединенный общей темой войны. Портретную галерею разбавляют несколько пейзажей. На одном из них – вид из окна художественного училища. В нашем городе Сергей Макаров выставляется впервые. Меня Марк Малюкин пригласил сразу в художественный фонд. Я там много занимался портретом, а как-то уж это пошло. Здесь далеко не все мои работы, потому что зал, как видите, небольшой, но тут работа удачно. Подошли к залу, очень приятный зал. А тяжело вообще написать портрет человека? По-разному. Когда иногда он очень быстро получается, а когда-то довольно сложно, долго приходится работать. От чего это зависит? А бывает просто от непонятных причин. То есть там есть что-то такое чисто субъективное или, наоборот, слишком объективное. И ты не понимаешь. Какой-то портрет может получиться сразу, а какой-то делаешь очень долго. И это не значит, что который делаешь долго лучше. Специально, чтобы встретиться с художником, познакомиться с ним лично, пришла Татьяна Камшилова. Она поделилась своими первыми впечатлениями от увиденного. Сергею Игоревичу раньше не была знакома, вернее, скажем так, была знакома, но была знакома заочно. То есть лично мы с ним не пересекались. Я видела только его работу на выставках, а лично не случалось встречи. И вот сегодня я специально пришла сюда, во-первых, чтобы, конечно, выставку посмотреть, а во-вторых, чтобы встретиться с автором. Всегда потому, что интересно любому художнику, я думаю, зрителю, в первую очередь, все-таки интересен не только сам окончательный процесс работы, не сама живопись или графика, что экспонируется, а интересен человек, который стоит за этими работами. Потому что у меня даже есть такая, может быть, это с возрастом появляется, я уже смотрю не столько на то, как сделана работа, не столько, насколько она техничная или в каком она направлении выполнена, более декоративная или более традиционно реалистичная, а пытаешься как бы сквозь, скажем так, сквозь вот эту картину, манеру исполнения, понять, что же за личность стоит там сзади, чем он живет, какой у него характер. И, как правило, конечно, ты можешь придумать человека-художника, но когда есть возможность пересечься с ним, тогда, естественно, в счастливый случай ты можешь сопоставить то, что ты увидел на картинах, и уже живым автором этих работ. Я, конечно, очень благодарна Сергею Игоревичу, что сегодня он приехал, и что сегодня получилась возможность с ним познакомиться. И я скажу, что для меня, например, очень интересно в том плане, что работы, то, что вот здесь вошли в экспозицию, они очень такие сдержанные, почти что монохромные, очень сдержанные по цвету, неяркие, такие достаточно традиционные, выставка очень цельная, глубокая, со своим таким, я бы даже сказала, немножко минорным звучанием. А автор, когда я стала общаться, но я совсем немножко пообщалась, человек такой эмоциональный, по всей вероятности очень открытый, такой коммуникабельный. Ну, по крайней мере, у меня такое сложилось первое впечатление. И это всегда интересно, когда происходят вот такие узнавания, открытия. Ну, что я могу сказать? Я, конечно, благодарна картинной галереи в том плане, что здесь так идет динамичная работа, и в залах меняются картины, и, соответственно, у нас появляется возможность посмотреть не только картину, но и познакомиться с художниками, потому что художников на самом деле у нас очень много в Ивановской области, художников талантливых. И вот Сергей Игоревич один из них, из очень талантливых авторов, и более того, он талантливый и замечательный педагог. Я знакома с его учениками, и они очень тепло отзываются о нем, как великолепном педагоге. Поэтому я думаю, что те, кто придут на выставку, картинную галерею в октябре месяце, им будет любопытно посмотреть, будет интересно посмотреть на эту живопись. И здесь, наверное, они отдохнут душой среди этих картин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...